всем привет меня зовут ксения каста и эта программа хороший день и я чувствую как повышается градус в нашей студии а все потому что сегодня у меня в гостях замечательная певица лауреат дипломанта авторской песни анастасия першина жара анастасия привет всем привет здравствуйте у тебя отличное настроение и ты уже так скажем так по весеннему разделась мне жарко внутри но я же мой псевдоним говорит сам сам за себя а жара чтобы было жарко на самом деле сегодня даже весна расплакалась видимо чувствует некую вину за уклонение от сезонной службы или это ты всему вино и да и растопила все вокруг то интересно мой день рождения приходится на 11 января так что я зимняя пора и в то же время внутри я жаркая поэтому сочетание холода и жары создают такую атмосферу так начисто сегодня будет жарко хорошо насть но на твоих афишах часто можно встретить что ты являешься бардом не кажется ли тебе что в постсоветской россии слово бард ну скажем так мягко не модно у нас все-таки ассоциации с фамилиями висборг ким а куджава человек человек который не расстается с гитарой исполняет свои песни где твоя гитара замечательная вопрос а гитара у меня всегда собой когда я выступаю на данный момент я ты рассталась ты рассталась и почему-то пришла сегодня не с гитарой да замечательно я пришла сегодня не с гитарой потому что на сей момент на современный момент да я являюсь уже певицей в исполнении попсы и рока то есть поп-энд-рок певица а вот что случилось так минуточку она начиналась это с бардовщины почему потому что я сказала бардовщина не обидела ли ты нет абсолютно нет потому что я выросла в не небольшом городке под названием город пущина это московская область город пущина в этом городе очень модно быть бардом очень модно и я вырос до сих пор до до сих пор так оттуда все лауреаты дипломанты вышли потому что выступают по всему кругу я понимаю барды вышли испущены не обязательно но вот никитина на пример александр александр всему пример но на самом деле мы просто редко слышим именно женщин барда да то есть этому как правило мужчины нет бард иногда говорят бардес иногда просто бардес иногда округляют такое как бард каждому как нравится а бардес вот бардеса как-то звучит конечно кому-то считается иронично кому то читать это красиво поэтому мы обычно вот округляем так бард и бард женщины или мужчина тоже как политик да женщины мужчины не говоришь политик ша и дам еще политик женщина политик да то есть в мужском роде также вроде а барда бард и бард кому-то нравится вот это бардеса но кому-то не очень если честно давай положи рука на сердце я с трудом представляю что например куджава начал бы исполнять рок да вот вот эти вот границы сегодня абсолютно разговаривали вот эти вот эксперименты до переходы с жанров жанр что вы смотрите что произошло я соответственно в тринадцатом году в замечательнейший год познакомилась со своей лучшей подругой оксаны фаса фоновой она являлась арт-директором а группа левостороннее движение и вот тут она сделала замечательный шиканцет ради меня и ради своего друга анвара который стал последствием моим другом анвар тлюбердин и мы с ним продружили до конца его дней 12 июня к сожалению он в семнадцатом году он ушел из жизни но оставил мне а замечательный псевдоним жара это первое что он не дал и до выход на сцену большую это он способ это он тебя из бардовщины перетянул на эстраду до попсу не жалеешь нет не жалею потому что я попробовала что-то новое для себя но тебе не кажется что ты стала может быть одной из многих потому что быть среди бардов это какая-то клановость какая-то я до сих пор поддерживаю связи отношения с бардами но они не говорят тебе анастасии ну куда тебя повело нет они вполне очень согласны со мной потому что каждый человек имеет право выбора но а я например еще раз окунусь тринадцатый год в этот год произошел замечательный сценический момент мы вышли на сцену и афиша называлась бардой против опсы кстати кстати что это было такое за мероприятие это было замечательное мероприятие концерт разносторонние вот мы барды анастасия першина и николай векшин тогда я вот называлась как анастасия першина вот и николай векшин это бард россии у нас города пущино он также лауреат но без кипиньми он микробиологии специалиста выпустил сейчас серьезные люди препарат и вот он и я выступали против левостороннего движения это попсовая группа восьмидесятые девяностые замечательный был утер лимон до при приехал анвар тюбердин сырьем аматовым выступили все на ура то есть и нам аплодировали им у нас была разношерстная разносторонняя такая вот борьба и в то же время я бы сказала выиграла ничья потому что очень сильно кричали у нас очень много но представляете сколько поклонников в городе пущино бардов потому что там славится горд и город именно по вот бардами да и вдруг папса папса она там меньше даже воспринималась но так как многие молодежные коллективы ходят туда и там тоже аплодировали и тем и другим поэтому мы выиграли ничьей своим поклонникам конечно презентовала замечательнейший выпущенный мной диск хлопья снега отец был а бардовский а это тогда получила заслуженного база россии заслуженного я получила уже в городе космонавтов когда я презентовала две замечательные книжки сонеты любви и давай скажем на очаровательная женщина ты еще и умная женщина юрист по образованию да и расскажи какие книги ты написала да я отучилась на юриста на юриста отучилась и и также на кандидат политических наук поэтому я была на кафедре политологии права защите диссертацию писала по теме место и роль женщин политическом процессе современной россии поэтому книга моя была написана как гендерная политика для современной женщины почему тебе над задевает судьба женщины на что объясню судьба женщин вообще меня интересует а потому что я сама женщина и и люблю когда может быть оставить его несправедливостью в своей жизни почему я не хотела никакой справедливость несправедливости я хотела наверное равноправного соотношения все-таки столкнулась несправедливость наверное это было в семье так воспитано потому что у меня мама любила очень сильно а гордиться мужским полом в каком плане что мужчина он воин завоеватель поэтому где-то ему нужно там какую-то поблажечку а дочка должна убраться а там где-то приготовить а вот я считаю ты считаешь что это должен делать мужчина или должны быть это делать я считаю это должны делать все параллельно мужчина и женщина одинаково ну что такое приказать понимаешь что 90 процентов мужчин с тобой сегодня не согласны нет вот что интересно вы не правы потому что у меня два ты провела социологический опрос нет я просто прожила в первом браке с гражданском а с мужем который все на личном опыте да который стал готовить мне соответственно они просить меня просто он меня попросил однажды и сказал мне что ему не понравился супчик плане того что я в него добавила тушенки меня это крайне задело и я решила нужно было добавить кусочек души да нет не души а курицы просто он хотел курицу а тушенку сварил а вот но в супе и поэтому вот так я наделами на жизнь закончилась нет не он не стал готовить а он стал готовить историю нас замечать да а может быть все происходит потому что ты творческая личность и тебе как творческому человеку наверное нужно служить ты должна заниматься творчество я за должна заниматься творчеством поэтому не каждый каждый а муж и в моей жизни помогал и на муче это понимать будет но у меня просто первые был директор бардовского клуба он любил базу и меня поддерживал в бардовском направлении а второе у меня появился гражданский супруг он рокер и я как раз долго увлекалась вот руком даже пела в стиле рок мне очень нравится заниматься музыкой несмотря на то что руки раз заставила тебя готовить куриные общего на руки нам был а как сказать это его хобби а сам он был специалистом в области архитекты архитектуры то есть архитектор а вот и вот тоже разносторонний человек мне это нравилось но он тоже готовил мне очень вкусно уже как сегодня твое сердце свободно или нет свободно мое сердце свободно я так понимаю что вот твое душевное состояние часто выливается в твою лирику может быть ты что-то вот расскажу у основная часть моих стиков конечно же написано для моего второго гражданского супруга это алексей вот и здесь конечно большее содержание для него есть некоторые то есть она издана в единственном экземпляре специально для бывшего мужа и почему там был достаточно хороший тираж и просто эти книжки я же не буду ввести весь тираж весь тираж не стоит вот я уже тем более его распродала удачные у меня вот остались вот книжки специально для чтобы показать для вас чтобы вы знали что они находятся обе книжки находятся библиотеке имени ленина всегда вы можете обратиться и почитать вот даже а насть а может быть что-то неизданного зачитаешь нам сегодня можешь так вот спонтанно экспромтом да я думаю что не каждый раз просто вы знаете они рождаются и я их пишу на бумажке и даже не обращая внимание бывает поэтому я думаю я могу зачитать основное стихотворение которое анастасии называется она зовется настей и любит танцевать она поет романсы и обожает танцы и такую вот девчонку желает парни повстречать ах настя настенька ах анастасия душа так хочет праздника да на всю россию гордая девчонка лишь брови победе поведет и к ней не каждый парень не каждый подойдет и парни немало сердечко замирала при виде этой настей мечтали все о счастье появится однажды совсем не тот что каждый надежный верный парень дорогу перейдет и снасти будет счастье конечно будет счастье а на судьбу свою найдет вот это моем мне очень понравилась одна строчка и снасти будет счастье да такой знаешь замечательный девиз по жизни для тебя и снасти будет счастье но сейчас у нас будет короткая реклама мы же вернемся к нашей беседе не переключайтесь мы продолжаем анастасия першина жара сегодня в нашей студии насть ну до выхода на рекламу ты прочитала замечательное стихотворение называется анастасия каком с анастасией ты будешь счастливым насти будет счастье будет все и найдет окончание стру а насть а много ли вот стихов легло на твою музыку именно данный сборника сан этой любви он является основой для сейчас написание песен я же писаю песни основная задача моих песен писать попсе сейчас у меня достаточно мир в котором я живу одна из песен кстати на мир которым я живу у меня сразу кристина арбака это в голове нет если она узнает что у тебя такая песня не расстроится ли она а почему в мир которыми живу есть у многих такое название я же не даю плагиат я же опишу свое стихотворение название арбака это не уникает название стихотворения я в любом случае ты юрист да поэтому тебе ничего не рать имею право я вот это вот стихотворение вполне значит соответственно использовать любое название просто я почему такое написала потому что я абстрактно написала обо всем конечно мое стихотворение не то личке не не мелочи не имеет никакого отношения к листине абсолютно а давай мы давайте сейчас это докажем ну да давайте мы сейчас посмотрим твое концертное выступление с этой песней до мир в котором я живу анастасия першин жара добрый вечер пить в этом мире не чудес все царя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Так как я пробовала петь рок, в дальнейшем это способствовало знакомству замечательным человеком, как Витас Норкус, который пишет рок. И он сейчас мне немножко помогает со своими композициями, он же композитор, и даёт мне свои композиции, свои музыкальные для написания слов. И вот я текст туда пишу, мелодию свою кладу и, соответственно, исполняю. Ему это очень понравилось. Но ты довольна своим выступлением? Вы сейчас посмотрели. Чтобы они разбавили, чтобы они разбавили мою песню, и я её сделаю более весёлой, более ироничной. Так что, кстати, на сцену выйдет худой и полный, обязательно выйдут на сцену. Я уже поборила своим замечательным арт-директором Денисом Рафломеевым, и мы это создадим, пусим в этот проект худого и полного. Я очень его попросила, говорю, найди мне замечательных танцоров. И я думаю, следующее моё выступление на большой сцене будет ознаменовано именно вот этим событием. Я всё-таки выпущу, ну и достойный щек. А клип-то когда появится? А клип, когда всё понравится. А когда вы восприняете? Как только всё понравится, так появится и клип. Да, да, вы вот восприняйте на ура, если всё вам устроит. Если пойдёт всё как по маслу. Нет, устроит именно худой и полной, тогда я сделаю так. Или мы подумаем в другом направлении. Но я думаю, что всё будет весело, иронично, красиво. И поэтому ждите фейерверков, ждите запоминающихся. Потому что я всё-таки жара, я хочу, чтобы вам стало жарко, чтобы вам было очень хорошо. Настя, скажи, пожалуйста, ну вот сегодня тебя где можно услышать? Услышать? Да где угодно. Вот я выступала в клубе Мезофорта, в Ниманаде, да где угодно, в Подсолнухах. Туда, где меня приглашают, зовут, соответственно... Ты приходила на радио со своим материалом? На радио, да, и на слушание. Что говорят? На радио приходила и приходила нерусская. Там же столько скептиков. Нет, очень весело мы общались, весёлая радио, всем очень всё нравится. Но берут в ротацию. Да, конечно, и с удовольствием именно песенка «Мир, в котором я и живу». Благодаря этой песне я вообще стала лауреатом-дипломантом авторской песни. И как раз сослужен баром России благодаря тоже этой песне. Я её очень ценю и уважаю. Она у меня как-то сложилась. Но также способствуют и другие песни, которые вы сейчас не успели услышать. Но я думаю, скоро услышите. А также на страничке ВКонтакте «Настя Жара» в скобочках Пешина я так и оставила. Немножко по-другому написано. То есть там можно тоже послушать твои песни? Можно не только послушать, но и увидеть афиши в дальнейшем, где будут проходить мои дальнейшие выступления. Я обязательно буду это освещать. А может, ты помнишь какой-то гастрольный тур по России? Всё впереди. Также я же говорю, что... У тебя есть концертный директор, Настя? Ну, в данном случае больше выступает, как Денис Варфломеев. Так. То есть он занимается сегодня организацией тех выступлений. Да, конечно, и завязки с Витасом Норкусом. Соответственно, меня тоже он приглашал на несколько мероприятий. Ты не одинока. Да. В этом плане. Ну, Витас Норкус, я же говорила, что он мне даёт роковое направление, плюс он будет попсовое. И я певица, являюсь рок-н-поп, то есть рокопопсовая певица. Даже дип-хаус попробовала. Часть... Нет, такой мелодичный рок, больше лёгкий рок. И, соответственно, попса. Попса... Настя, ну ты, хорошо, ты экспериментируешь. А как ты относишься к женскому рэпу? Женский рэп, ну, не знаю, я не пробовала. Мне это не очень, как бы сказать, для меня комфортное направление. Вот как я не вижу... Но сегодня оно такое популярное. Оно популярное, но я себя сейчас пока ещё не вижу в этом направлении. Мне больше рок и попа нравится. Вот в роке и попсе, да, выступать. Ну, вот один из участников там тоже как-то пробовал. Витя там был такой вот тоже на концерте выступал. Он мне сказал, что, говорит, можно попробовать дуэтом. Ну, всё возможно. Если... Именно зачитать? Нет, именно... Есть же как... Читают рэп и поют рэп. Как на то, что как R&B? Ну, например, есть припев, да, и его используют как песенный жанр. Как, например, по-моему, пробовали Тимоти, кажется, с Филиппом Киркором. По-моему, у них есть такая... Они уже много чего попробовали. Нет, я имею в виду, пели в этом стиле. И вот как раз Филипп Киркоров, он же не может вот этим чтением заниматься. У него немножко... Он просто мало этому времени уделяет. Нет, я понимаю. Но ему это, может быть, не так красиво пойдёт, например, как Тимоти, да? И поэтому они решили выделить его как чтеца рэпа, а Филиппа Киркорова как... А красивое дополнение к песне. И вот именно я про что и говорю. И дополнительные просмотры. Да, именно дуэт состоит в том, что один, например, мужчина читает рэп, а девушка нараспев поёт, соответственно, возможно, припев и что-то. Есть такие вариации, да. Ну, то есть, возможно, мы услышим такой эксперимент. Нет, всё возможно, если я когда-нибудь в жизни увижу достойно того рэпера, который вот меня заделил. Нормально надеемся, что после сегодняшнего эфира к нам в редакцию начнут писать рэперы с предложениями. Как раз, может быть, действительно делать что-то совместное. Да, вот я рассмотрю этот момент. Но пока я не собираюсь уходить, и вы будете меня видеть в руки и в попсе. И концерты, конечно, у меня двойные. Сначала я исполняю часть рукавых композиций, медленный, плавный переход идёт в попсе. И вот это и зажигает именно тем, что идёт от рука до попсы. Причём это очень красиво, очень модно, интересно такой вот переход. И концерты очень приятные. То есть, ты нашла свою изюминку? И Витас вот как раз планировал то же выступление. Он же выступал со своими произведениями. Правда, там музыку играли. Так, Настя, давай сделаем так. Не рассказывай всех своих секретов. Пусть люди, которые придут на ваш концерт, удивятся тому, что вы делаете. И порадуются. Замечательно, замечательно. Поэтому я тебе желаю творческих успехов. Радуй нас своими песнями. Спасибо, что сегодня была с нами. Спасибо большое. Всего хорошего. Это была программа «Хороший день». Увидимся с вами завтра в это же время. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...